Вот интересно мне, ну вы слышали имя Ирод Великий, да? А чего его Великим называют? Ну почему его Великим называют? Вы слышали? Не, ну просто как бы достаточно известная личность, да? Ну вот вы его знаете откуда? Ну чем для вас известен, допустим? Нет, ну хорошо, ладно, нам он известен каким образом? Через Писание, ну вы зовите, да, и что о нем говорится, кто помнит? О, ну вот, вот вы наконец-то начинаете вспоминать, чем он нам известен. Хорошо, ну на самом деле, то есть это часть его истории, когда последние годы, когда его заклинило. То есть все у него, все, кто хотим давать престол, да, все нужно было убирать. Вот. Но интересно, что как бы вот свое правление достаточно он сделал действительно очень такие, ну, как можно сказать, достижения, да, такие. Давайте вот для себя отметим, какие достижения Ирод сделал за свое правление. Значит, во-первых, он освободил Галилею от различных банд. Там было очень большое количество банд, которые, банды, банды, да, которые грабили постоянно там, нападали на все движимое и недвижимое. Он соорудил водопровод, делал для народа субсидии. Субсидии ясно, что это, да? Он оказал какую-то ли помощь иногда народу, значит, ну вот. Ирод реконструировал храм. Поэтому часто второй храм, да, называют как бы храмом Зарабавеля, да, и также называют храмом Ирода. И некоторые даже в хронологии как бы иногда говорят, что, ну, после того, когда Ирод его реконструировал, да, это стал как бы типа третьих. Ну, это был второй храм, на самом деле, вот просто он был городом перестроен. Да, именно вот его называли великим, потому что он, знаете, он очень много строил, очень много строил. Города, дома, там, все, он такие, да, он любил строить. Причем, Флавий описывает, что были иногда такие вещи, когда, допустим, говорили, что это невозможно. И это ему становилось еще более интересно. И он начинал строить такое то, что было вообще как бы выглядело потрясающим, таким, знаете, то есть величественным, вот. Значит, вот, значит, его отношения с евреями, да, вот Ирод и евреи, можно так себе как бы сказать. Знаете, вообще очень интересно, что Ирод всю жизнь хотел, чтобы евреи его признали, но его не признавали. То есть вот он всю жизнь свою, он добивался признания со стороны евреев, но это было все время безуспешно. Ну, понимаете, он был идумией. Идумией, да. И по отношению к нему поэтому было такое отношение, что вот он, да, и вот, знаете, по отношению к нему, значит, все время как бы относились, он царь, он, наверное, делал хорошие вещи, помогал, и все равно к нему относились, скажем так, предвзято, знаете. Ты не еврей. Ты не еврей. Ты не еврей, да. Вот. В конце концов он даже женился на внучке Еркана. И это тоже не помогло ему. Тоже народ как бы на это даже не реагировал таким каким-то образом. Он ожидал, что со стороны народа будет какое-то благоволение в отношении к нему. Ну, он был очень ревностен к власти и своему авторитету. Поэтому если на горизонте появлялись хоть кто-то, кто мог каким-то образом претендовать, да, на власть или заиметь какой-то авторитет, который был бы каким-то образом, может быть, выше его, он тут же соперника своего быстренько устранял, отодвигал, убирал и так далее. Не знаю. Ну вот. Значит, его семейная жизнь на самом деле была очень… Вот давайте немножко его жизни. Трагическая семейная жизнь Ира, да. Она была действительно трагическая. У него было девять жен и было девять сыновей. Вокруг него, знаете, были всегда люди, которые пытались как-то там управлять ним или добиваться каких-то своих вот интересов. И всегда строили вот свои отношения с ним способом, чтобы обвинять других, что кто-то против него готовит там заговор и так далее. То есть… И в результате вот таких действий он убил двух своих сыновей. потом ему… Он очень сильно любил Мариамну, свою одну из жён. Он любил её очень сильно. Причём говорят, что это была какая-то любовь, которая вот… ну просто его сводила с ума по отношению к этой женщине. Это была его жена, да. И… И знаете, интересно, что против неё стали ему нашептывать, что она ему изменяет. И однажды с ней в разговоре она упомянула в разговоре как бы один факт, о котором он сказал тому человеку, против которого её обвиняли, что она с ним, значит, ему изменяет. И он подумал, он мог открыть ей это только в том случае, если действительно он с ней имел близость. И этого было для него достаточно на тот момент. В конце концов, он убил её. Но знаете, долгое время он не мог поверить, что она мертва, и он по-прежнему её звал, по-прежнему её искал, обращался к ней, просто сходил с ума. Значит, он убил отца Антипатра, убил первого священника Гиркана, убил младенца в Вифлееме из-за Иисуса, «Постребил, чем много знает». Да, похоже, похоже, действительно. Из-за очередного какого-то нашептывания он изгнал своего брата, чтобы тот не был рядом с ним. И потом он сильно заболел, Ирод заболел, и он думал, что он уже не выздоровеет. И он стал призывать брата к себе. А брат его сказал, что «Я вернусь только после смерти Ирода». И он был очень принципиальный в этом вопросе. В конце концов, произошло так, что Ирод выздоровел, а вот потом заболел брат. И когда брат заболел, Ирод поехал к нему. Он приехал к нему и сказал, что «Я блю тебя», и так далее. Брат с Костей умер. И очень интересно, что народ стал говорить о том, что Ирод убил его. Но на самом деле Ирод не был причастен к этой смерти. Но все говорили о том, что это Ирод его угол. Да. Ну да. Значит, это концерт Ирод и Ирод. Умер он достаточно мучительно болея. Интересно, что он завещал царство Архилаю своему сыну. Хотя перед самой смертью он разоблачил Архилая в том, что тот все время настраивал отца против своих братьев. И сказал, что Архилай был виновен в смерти двух сыновей его, которых он убил. В принципе, он осознал, что он убил своих сыновей ни за что перед смертью. И уже все понимали, что Архилай не мог… Ну, то есть буквально там за пять дней до своей смерти он должен был, ну… Должны были казнить Архилая. Но он сказал, что я сейчас выздоровлю, после этого мы его казним. Но он так уже не выздоровел, умер. И по завещанию Архилай должен был стать правителем. Но на самом деле римские правители решили, что он не будет правителем. И сами евреи, они протестовали волю Ирода по отношению к тому, чтобы Архилай стал правителем. Давайте откроем Луки 19, 11-27. Нашли? 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 Да, точно. Я как. Архилай. Очень и большая. Але,苦 podcasts. Можно прочитать. Луки, 11, 27. Врагов же моих, которые не хотели. Луки, 19 глава, 11, 27 стих. Когда же они услышали это, присвокупил плечо, и он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И сказал, что некоторый человек высокого рода отправился в Дальнюю Тону, чтобы получить себе Царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов, своих дал им 10 мин и сказал, употребляйте их, вооборот, пока я вращусь. Но граждане не видели его и отправились вслед за ним посольству, сказав же, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив Царство, велел призвать себе рабов тех, которых дал им серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Первый сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. Сказал ему, хорошо, добрый граф, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал этому, и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я ранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибыли? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющим 10 мин. И сказал ему, господин, у него 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, и не имеющему отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и верь передо мной. Эта история, притча, которую сказал Иисус, она была и жизнью притчей, потому что это было то, что Ирия протестовали волю Ирода в отношении того, чтобы архивовать царство над ними. Поэтому, в конце концов, Рим назначил архиваю быть, как бы, ну, иметь часть царства, и вообще всю власть над Израилем получают три сына Ирода, Архилай, Антипа и Филипп. Значит, Ирод Архилай, он был этнархом Идумии, Иугеи и Самарии. Что у него есть? Рим показал, чтобы архилай, то есть, реприсушивался, так сказать, грейскому народу, своим причинам. Вот. И власть над Израилем получила инорхом. Архилай, Антипа и Филипп. Значит, Архилай был над Игнией, Иудеей и Самарии, то что на шее. После этого, после шестого года, уже правили римский прокурат. Антипа был на Галилее и Пири, до Галилее и Пири, до 1939 года. Значит, Филипп провел ватиньи, ватиньи, траханид и галанитида до 34 года. Ватиньи, траханид, ватиньи, ватиньи, траханид, и гауния, гаулания. И он правил до 34 года. 34. Значит, давайте вам итог. Что было положительного при правлении или результатом правления римлян? Да, давайте, потом мы запишем. Римляне имели хорошие коммуникации, хорошие дороги были, хорошая связь была между городами и всей римской, можно себе отметить. То есть вообще, как римский мир, потому что это было, как одно... у них были хорошие коммуникации, они делали хорошие дороги, хорошие сообщения были с городами, хорошая связь была между городами. В Библии регионы были оснащены жаловы, было, скажем, военные жаловы, и они не зашали по-трусски военные действия. Еще важный момент это язык. Мы уже как-то говорили об этом, еще благодаря Александру Македонскому в результате при Римской империи язык, который был общим языком для всей семьи, английский язык, и это очень было хорошим, предотвратным результатом для проповедей в Англии. Наверное, потому что он был как бы этим общим языком до них. Он сильно распространился по всей территории этот язык. Уже на нем просто разговаривал огромное количество народов. Кроме своего языка многие говорили на этом языке. Если читать душе, то есть философия. Значит, города. Значит, были хорошо подстроены города, то есть уже отличное устройство городов, поведительство в городах и так далее. Законы были достаточно нормальны для того, чтобы люди, живущие в Иерии, могли нормально развивать. Помните, даже момент такой, это связано с свободой людей, да? То есть каждый мог бы поклоняться тому Богу, которому он считал правильным. Политика была не урожайной? Политика. В каком смысле? Законы. Ну, я имею в виду законы, которые они там для послужения. В принципе, получается так, конечно, там были рабы, были какие-то определенные вещи, которые социально унижали народ и так далее. Но исходить из того, что в принципе были периоды, когда налоги были, может быть, большие, и это исходило, наверное, больше не от своих именов, а уже из местных правителей, потому что они хотели, видимо, собрать не только для им, но и для себя. Поэтому сама империя, она достаточно неплохо была управляема, ее законы были достаточно нормальные. Но не даром до сих пор говорят «римское право». То есть обращаются до сих пор еще. Римского права пользуются многие страны, хотя римского государства уже нет. «много права». Кроме этого происходило рассеяние. Ну, знаете, если мы говорим, конечно, о еврейском народе, это было не очень хорошо. Но если мы говорим сейчас, допустим, о проповеди Евангелия, то это было положительно. в том смысле, что люди переселялись в другие места, когда происходила определенная какая-то миграция, в результате чего была возможна проповедь в разных местах. в римской империи было такое, знаете, стечение, соединение культур. То есть вот, например, греческая культура, ее искусство, наука и философия, они как-то переплетались в жизни римской империи. это все как-то очень сильно вошло, переплеталось и так далее. Значит, в то же самое время была римская культура, которая была, можно сказать, такой, ну, как бы государственной и юридической сущностью самой империи. и в это же самое время присутствовала культура Востока со своей религией и с разными, знаете, тайными культами. То есть это как бы было такое, ну, можно сказать, переплетение различных культур вместе, да. и с одной стороны, вроде бы это как-то не очень, но с другой стороны это давало возможность в итоге распространению в конце концов, опять же, Евангелия. То есть все эти события, они, видите, пришли к тому, что когда Иисус пришел, да, и потом Евангелие стало распространяться, настолько, как бы, вот Римская империя была так устроена, что все ее устройство, оно именно благоприятствовало тому, чтобы Евангелие могло по этой империи распространяться. Значит, какой язык был в израильском народе в то время? Арамейский, да, какой еще? Греческий и... Ну, вот смотрите, как бы, официальным вообще языком Римской империи был латинский. Латинский, да, латынь. Хотя, в то же самое время, в основном, больше пользовались все греческими. Большинство евреев разговаривало на арамейском языке, да, и на самом деле незначительные части еврейского населения говорили на иврите. Более распространенный язык был арамейский, незначительная часть говорила на иврите, вот, и немногие, но много все-таки говорило также на греческом языке. и поэтому мы можем даже вспомнить какая была надпись, да, помните, на каких языках? На трех языках была надпись. Иисус Христос, Иисус Христос Василипас, то есть это царь. Значит, мы сейчас перейдем с вами, мы сейчас перейдем с вами, рассматривать будем социально-политический фон иудаизма того периода, и вот здесь мы поговорим о партиях, то есть сектах, партии, секты это одно и то же, как бы, о литературе и институтах. Вот я обещал сегодня поговорить о фарисеях, помните, да? Вот начнем с фарисеев. Ну, кто, что вообще вы сами знаете о фарисеях? Тщательно пытались соблюдать закон. Микрофон, пожалуйста, скажи. Они пытались тщательно соблюдать закон, очень были ревностны в этом, в двух словах. Ну, я думаю, о фарисеях, наверное, это самая, как бы, может быть, известная, да, часть, как бы, такая. Фарисеи на иврите вообще читаются перед Шим, и в переводе означает отделенный. Отделились они специально, чтобы четко соблюдать Божий закон Моисея. они как раз образовались в эпоху второго храма, древнееврейской, философской, возникшей в эпоху рассвета Маковеев. И учение фарисеев перед Шим лежит в основе галахи современного ортодоксального иудаизма. Там, просто... Понял. Много понятно. Хорошо. Значит, население в то время, ну, население как бы Израиля того периода, да, вот, это было примерно полтора-два миллиона человек. Где-то пятьсот-шесот тысяч были иудеи. И большинство из них, они жили в иудеи. Примерно пятьсот-шесот тысяч. Значит, от двадцати пяти тысяч до ста тысяч иудеев жило в Иерусалиме. Цифра колеблется, потому что точно, ну, не могут так установить прямо. Как называли Галилею, кто помнит? Галилею как называли? Обычно обращаю говорили о Галилее язычниках, помните, да? Высайя, девятая глава, первый стих, первая Маковея, пятая глава, пятнадцатый стих и Евангелие от Матфея, четвертая глава, пятнадцатый стих. Первая Маковея, пять пятнадцать, Матфея, четыре пятнадцать. Давайте что-нибудь прочитаем, или Исайя, или, я знаю, Маковеев нет у вас, поэтому Матфея можно прочитать. Просто в этих именно стихах упоминается о Галилее как Галилея языческая. Матфея четыре двенадцать пятнадцать пятнадцать. Земля Заволонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Это в принципе повторение Исайя, можно Исайю не читать. Исайю можно не читать. Это вы Маковеев открываете? Первый Маковеев это двенадцать, да? Пять пятнадцать. Первый Маковеев пять пятнадцать. собрались собрались против нас из Птолемаиды и из Тира и Сидона и всей Галилеи языческой, чтобы погубить нас. Хорошо. Значит, о самих фарисеях. Партия или секта, как вам больше нравится, фарисеи. предположительно численность их где-то около шести тысяч была. Большая часть жила в Иерусалиме или в окружении, в ближайших поселениях Иерусалима. Значит, фарисеи, то есть, как уже сегодня сказали, это перушим или, может быть, парушим означает отделенный или обособленный. Это если от перушим, а если от парушим, то устанавливающие. примерной датой их такого появления это 135-й год до нашей эры. значит, они были такими очень серьезными противниками еленизации и постоянно боролись против нее. фарисеи были самой крупной партией и самой влиятельной. С одной стороны, знаете, если, допустим, знаете, это больше были саддукии, то люди земли, помните, да, так называли простой народ, вот, они больше уважали и поддерживали фарисеев. очень интересно, что после того, когда был разрушен Иерусалим и храм в 70-х годах уже нашей эры, да, то позже, когда в 100-х годах решался вопрос, каким же быть иудеизм и дальше, то иудеизм современный, можно сказать, взял свое начало от фарисеев. Значит, их убеждение о Библии. Убеждение о Библии, да, что они думали о Библии. Значит, во-первых, они Танах считали авторитетом, то есть для них Слово Божие было авторитетом. Они его изучали сами и призывали к тому, чтобы и другие его изучали. они не только его изучали, но также старались исполнять. при этом они очень пренебрежительно относились к людям, которые были невежды в Слове Божьем. их социальные убеждения. Ну, как уже говорили ранее, что они были противниками геленизации. Это их социальное убеждение также было. Не только религиозное, но и социальное. Значит, они были хранителями религиозно-нравственных традиций, считали себя избранными и считали, что они являются особо важным авторитетом в народе. вы помните, мы встречаем в Новом Завете иногда высказывание «Предание старца». что же они думали об этом предании старцев или их убеждения, связанные с преданием старцев? Они считали, что это устная тора и всегда заявляли таким образом, что Бог сказал Моисею гораздо больше, чем Моисей записал. Но то, чего Моисей не записал, он передал устно. И поэтому то, что мы называем «Преданием старцев», это то, что передавалось от Моисея из уст в уста. И поэтому оно является устной торой. И мы знаем, что в некоторых случаях они устную тору ставили выше, чем записанную. Знаете, очень интересный такой момент, что со временем вот эти устные предания, они стали как-то нагромождаться одно на другое, их становилось все больше и больше. И в конце концов они призывали к тому, что нужно следовать и исполнять все эти предания, которые говорились через книжников, через разных толкователей закона. И ограды вокруг торы, что нужно обязательно этому всему следовать, обязательно нужно все это исполнять. В результате был очень большой рост авторитета преданий. то есть предания стали во главу угла и на них акцентировали больше внимания, чем на самой писанной торе. В итоге произошел такой определенный дисбаланс, потому что уже не столько внимания уделялось описанному закону, сколько внимания уделялось вот этим преданиям. И просто доходило до того, что сколько там шагов пройти, что нужно сделать и так далее. То есть на каждое действие было свое предписание, а на свое предписание было еще одно предписание. И они все больше и больше эти предписания разрабатывали, их становилось все больше и больше. И они как бы имели хорошую идею, потому что они это сделать таким образом, чтобы сохранить заповедь от нарушений. Есть заповедь, и надо же ее как-то исполнить. Для того, чтобы исполнить, они создавали все эти предписания. Хорошо, сделаем перерыв и потом продолжим. продолжим. Продолжение следует...